В студии Юлия Лучникова. Здравствуйте! В эфире еженедельная итоговая информационная программа. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о наиболее заметных новостях, актуальных и интересных событиях этой недели. Итак, сегодня в материалах наших журналистов. Опыт освоения подводных ресурсов Арктики, разработки нефтегазовых месторождений Ямала и геолога-разведки. В Салихарде состоялась международная конференция «Ямалнефтегаз». Не пользуешься? Сдай в утиль. В городе ведут борьбу с автохламом. Из дворов в этом году планируют вывезти 45 ржавых авто. Особое внимание к контролю за сдачей экзаменов. В городе стартовала волна сдачи ЕГЭ, литературу, географию и русский язык. Написали около 250 учеников. И с приходом тепла количество двухколесного транспорта увеличилось. Как следствие, рост ДТП с его участием. О рисках, связанных с массовым распространением двухколесных авто, и о том, как обезопасить себя участникам движения, говорим с гостем студии. Лидеры общественной инициативы «Право голоса» стали участниками проходившей в Салихарде международной конференции «Ямалнефтегаз». Наравне с газовыми генералами, экспертами и экологами они обсуждали главный вопрос – сохранение Арктики для будущих поколений. Задача непростая, но рецепт взаимодействия, как всегда, прост и сложен одновременно. Диалог без камня за пазухой. Тему продолжит Эрнест Бавшин. Стойбище и вахтовый поселок, теплый бок оленя и газовый фонтан. Миллиарды – бюджет страны, при этом сезонная занятость тундровиков. Они хотят по-новому взглянуть на давно известные вещи. Задача непростая, если учесть, что о взаимоотношениях недропользователей и коренного населения говорят с момента освоения Крайнего Севера. Безусловно, высокотехнологично, высокопрофессионально подходит сегодня предприятие к освоению арктических зон. Но нас, проживающих здесь, интересует вопрос, как, используя тот потенциал, который мы располагаем, направить его таким образом, чтобы сделать задел на будущее. За 40 лет промышленного освоения Ямал видел всякое. И газовые фонтаны, которые не могли потушить месяцами, и откровенное иждивенчество тундровиков, и нежелание газовых генералов тратиться на поддержку территорий, и насмерть убитую тяжелой техникой тундру, и слезы оленеводов от порушенных святилищ. Сегодня все изменилось. Отрадно, что это признают коренные. Есть взаимная, добрая, хорошая работа, которая выстроена по работе нефтегазовыми компаниями коренными народами Севера. Я думаю, что в дальнейшем эта работа будет продолжаться, и она будет улучшаться. Впрочем, как выяснилось, у медали промышленного освоения две стороны. Пока недропользователи изо всех сил пытаются минимизировать экологический след освоения, штрафы, кстати, здесь играют не последнюю роль. Жители поселков загрязняют собственные водоемы и насыпают стихийные свалки. С 2010 по 2014 год нашим обществом было на Ямале было отобрано порядка 5000 проб и проведено порядка 90 тысяч химических анализов для того, чтобы оценить воздействие именно на окружающую среду. Вы сказали, я смотрю, как производственник, да, как оленевод я посмотреть не могу. Ему с жаром парирует другой газовый, пусть не генерал, но полковник точно. Я могу сказать, может, не просто можно, а должна смотреть глазами оленевода, учитывая там, где работают компании. Компании работают на территории, где же сконно проживают коренные молочные народы Севера. Смотреть глазами оленевода можно через трудоустройство коренных жителей Севера в штат компании, через разработку неформальных, а реально работающих программ поддержки коренных народов, а возможно и через создание консультативных советов, где за круглым столом встречаются топ-менеджеры добывающих компаний, местные власти и тундровики. Рецепт взаимодействия, как всегда, прост и сложен одновременно. Диалог без камня за пазухой. Я вот считаю, что так или иначе, в дальнейшем, ну даже, может быть, в ближайшем будущем, вот это освоение наших северных территорий и традиционный образ жизни, они, наверное, скорее всего, сольются в некий такой симбиоз, когда одна сторона не сможет существовать без другой стороны. Я на это очень надеюсь. Право голоса продолжает формировать предложения в народную программу. Одно из них — ликвидация накопленного ущерба и сохранение биоразнообразия Крайнего Севера. Общество должно быть представлено при обсуждении вопроса, в первую очередь, воздействия на экологию. То есть вы понимаете, что сегодня стоит вопрос о разработке шельфа, а шельф, мы все видим, что это достаточно такая хрупкая экологическая система, и мы бы хотели знать, что действительно, те технологии, которые применяются, они безопасны. Проект «Право голоса» переходит на новый уровень. Теперь в обсуждении и подготовке народной программы участвует и экспертное сообщество. Ямальцы любят свой дом и знают, как его сохранить для будущих поколений. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко ТВ» при содействии Департамента внутренней политики Ямала. С приходом теплой погоды в «Муравленко» увеличилось количество двухколесного транспорта, а полицейские стали все чаще фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны велосипедистов. Они буквально носятся по городу. Только за двое суток на дорогах Ямала зарегистрировано более 50 ДТП, в которых пострадали 7 человек, из них 5 несовершеннолетних. Часть аварии произошла по вине водителей двухколесного транспорта. Все подробности у Надежды Деминовой. С начала мая в «Муравленко» зарегистрировано 5 ДТП с участием велосипедистов. Причем по вине водителя автомобиля произошла лишь одна авария. Ежедневно сотрудники полиции фиксируют до 10 нарушений правил дорожного движения любителями двухколесной техники. Самое распространенное – пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде. Сотрудники полиции говорят, нарушают правила чаще всего дети. Так, например, накануне на перекрестке улиц Ленина-Губкина несовершеннолетний велосипедист стал виновником очередного ДТП. Мальчик поехал к бабушке. Подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, он увидел, что горит две секунды. Он решил ускориться и быстро переехать по пешеходному переходу. Хотя при этом накануне в школе с ними провели занятия, разъяснили все требования правил безопасного поведения на дорогах. Мама буквально накануне его прогулки напомнила о том, что он должен быть внимательно и осторожен. Ребенок, зная правила, все-таки поспешил. Серебристая иномарка сворачивала с улицы Ленина на улицу Губкина на разрешающий сигнал светофора. Автолюбительница притормозила, чтобы пропустить пешеходов, и продолжила движение. Женщина никак не ожидала, что в этот момент на дорогу выскочит ребенок на велосипеде. Ладно бы, если бы просто ехал, он летел на нем. Ну, я тронулась, просто попала в мертвую зону, я двинулась, и он попал под машину. К счастью, школьник оделся ссадинами на коленках, да и автомобиль не пострадал. В противном случае ответственность за причиненный материальный ущерб понесли бы родители несовершеннолетнего. При ДТП с участием велосипедиста ущерб, который наносит велосипедист, возмещают родители или законные представители ребенка. Так как этот случай страховым не является, и страховая компания в данном случае ответственности не несет. Нарушают правила велосипедисты не только на проезжей части, но и при движении по тротуарам. Надежда Холодняк надолго запомнит весеннюю прогулку с дочерью. Мы шли с подружкой, с коляской, а дочка моя, подружка со своей, шли сзади, играли в мячик. У них, получается, мячик покатился, и они побежали за ним, а сзади ехал велосипедист на такой скорости, что он затормозил и перелетел через бордюр. Получается, подружка упала на мою дочку, его дочка ударилась головой и получила травму. Результат падения – многочисленные ссадины и ушибы. Заявление в полицию Надежда подавать не стала. Надеюсь, что этот случай станет хорошим уроком для велосипедиста. Что касается профилактической работы с подростками в летний период, то здесь, как говорится, госавтоинспекторы перешли на усиленный вариант несения службы. Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД. А в конце мая для подростков проведут городской конкурс велосипедистов, в ходе которого ребятам еще раз напомнят правила дорожного движения. Надежда Деминова, Сергей Кириченко, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленго-ТВ». Итак, сезон двухколесной техники в самом разгаре. И в это время проблема ДТП с участием велосипедов, скутеров, мопедов становится наиболее актуальной. О рисках, связанных с массовым распространением двухколесных авто, а также о том, как участникам движения обезопасить себя. Мы сегодня говорим с инспектором по пропаганде городской госавтоинспекции Верой Кабановой. Добрый день, Вера Григорьевна. Здравствуйте. Безусловно, с каждым годом двухколесного транспорта на дорогах города становится все больше. Как же все-таки такое весеннее появление двухколесных авто сказывается на общей дорожной ситуации? Ну, с наступлением весеннего периода интенсивность движения двухколесной техники в городе значительно возрастает. И что самое, конечно, печальное, это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. На сегодняшний день у нас в мае месяце зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием водителей велосипедов. В одном только случае усматривается вина водителей. В четырех случаях это вина велосипедистов. Каков их возраст? Это взрослые линии совершеннолетних? Там есть уже и подростки, начиная с семи лет и кончая 28-летним водителем. Что является причиной аварии? Ну, основная причина дорожно-транспортных происшествий – это игнорирование требований правил дорожного движения. У нас велосипедисты зачастую принимают себя за пешеходов и почему-то считают, что при движении в жилой зоне они, так же, как и пешеходы, имеют преимущество. Забывая о том, что они уже водители, водители двухколесной техники, игнорируя вот эти правила, ведут себя как пешеходы. Не подают своевременно сигналы рукой, то есть не уступают дорогу ни пешеходам, ни, конечно, тем более водителям. И поэтому, допустим, водитель, следующий за велосипедистом, он в жилой зоне, он просто иногда не знает, какой маневр предпринять велосипедист, куда он будет поворачивать и вообще какие у него там планы. И это все сказывается на дорожно-транспортной обстановке. Если говорить о несовершеннолетних водителях, управляющих двухколесным авто, кто в случае ДТП несет за них ответственность? Если произойдет дорожно-транспортное происшествие за участием несовершеннолетних и по вине несовершеннолетнего, то в этом случае наступают гражданско-правовые отношения, и за несовершеннолетних полную ответственность несут их родители, законы и представители. Ну да, здесь же отсутствует и автострахование, несмотря на то, что это транспортное средство, никаких полисов нет, и получается страдает семейный бюджет. Да, это полностью ложится восстанавливать автомобиль. Если, допустим, это вина велосипедиста, восстанавливать автомобиль, придется родителям. Вера Григорьевна, ну как вы считаете, как же все-таки научить детей, что уж говорить о детях, и взрослые нарушают правила дорожного движения, я говорю сейчас о велосипедистах, о водителях, скутерах, мопедах, как же все-таки научить правильно вести себя на дороге и в жилой зоне? Если родители приобретают своим несовершеннолетним детям такую дорогую игрушку, как велосипед, скутер, мопед, они должны в первую очередь вместе с ребенком изучить эти правила и знать, что их ребенок эти правила знает и будет соблюдать их, когда он выйдет на дорогу. И, конечно, дисциплина самих участников, самих водителей двухколесной техники. Какое содействие может оказать госавтоинспекция Муравленко в плане обучения и детей, и взрослых? С детьми ведется довольно обширная профилактическая работа. Со взрослыми? Ну, со взрослыми это только проведение лекций, бесед, напоминание о том, чтобы они, допустим, изучали правила, ну, различные выдержки, опять же, из правил дорожного движения. Я хочу, что вот особо остановиться. С 8 апреля 2014 года внесены изменения в правила дорожного движения в части, касающиеся велосипедистов. И при проведении рейдовых мероприятий, когда мы останавливали взрослых велосипедистов, многие говорили, что, а я не знала, что такие изменения есть. То есть, это все-таки, наверное, нужно заниматься еще и самоподготовкой, изучать нормативные документы, раз ты выезжаешь на проезжую часть. Ну, я знаю, что вы проводите встречи и с коллективами, с трудящимися. Лекции, беседы проводятся и в автотранспортных предприятиях, и ответственность родителей, и о том, как должны вести себя все участники дорожного движения, это проводится и при проведении родительских собраний, в детских садах, в школах. То есть, мы стараемся охватить все слои населения. Ну, плюс у нас же в городе еще действует успешно отряд ЮИД, юных инспекторов дорожного движения. Туда же тоже могут дети записываться, принимать участие в мероприятиях. Да, у нас уже осуществляет порядка 20 лет городской клуб ЮИД, где ребята в возрасте с 9 до 12 лет именно углубленно изучают правила дорожного движения. И все желающие школьники могут записаться, придя в Центр технического творчества. Ну, хотелось бы напомнить участникам дорожного движения о том, чтобы они были предельно внимательно и осторожны на дороге, соблюдали правила дорожного движения и помнили, что они в ответе за свою жизнь. Ну, я думаю, наши телезрители прислушиваются к вашим советам. Спасибо большое, что пришли сегодня в студию, ответили на мои вопросы. А мы продолжим после паузы. Ювелирная студия «Артия». Изысканность. Индивидуальность стиля «Артия». Исполнение ваших драгоценных желаний. Продолжаем выпуск. Вывоз брошенных авто из микрорайонов города с приходом лета в числе основных задач работников жилищно-коммунального хозяйства. В этом году по статье «Благоустройство на эти цели из городского бюджета» выделено чуть более 60 тысяч рублей. Уже заключен контракт с организацией, которая готова вывезти ржавых железных коней из дворов, а после их утилизировать. Правда, некоторые собственники уже давно не эксплуатируемых машин неохотно идут навстречу коммунальщикам. Тему продолжит Денис Максимчук. Работа по вывозу брошенных автомобилей в Муравленко ведется не первый год. Начиная с 2011 года утилизировано 165 единиц автохлама. В планах на 2015-й 45 бесхозных машин. Обследование проведено в течение мая месяца после схода снега в микрорайонах города. Выявлено 24 таких автомобиля, на наш взгляд, которые подлежат дальнейшему вывозу и последующей утилизации. Проведена работа с собственниками, которых удалось установить в период объезда. Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства обследовали каждый микрорайон и визуально оценили состояние транспортных средств. На явно неэксплуатируемом оставили объявление с просьбой убрать авто. Четыре собственника у нас оказались сознательными, уже на сегодняшний день вывезли автомобили свои. Дальше мы будем, вот после 1 июня у нас выходят сроки уведомлений, сроки опубликования информации официальной. И после 1 июня начнем активно вывозить остальные автомобили. Стоит отметить, что сознательных горожан, самостоятельно утилизирующих и отслужившие срок автомобилей, довольно много. Но есть и такие, кто всеми правдами и неправдами не желает этого делать. Обустрают в них склад для личных вещей или запасных колес. Марки брошенных автомобилей разнообразны от старых 412-х москвичей до вполне презентабельных иномарок. Но судьба всех этих авто предрешена. Если их не уберет хозяин, этим займется подрядная организация. Избавиться от неэксплуатируемого автомобиля несложно. Достаточно снять его с регистрации в госавтоинспекции и отдать в утиль. Если облик вашего двора портит прожавившее авто, не молчите. Сообщайте об этом в Управлении жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты примут необходимые меры. Денис Максимчук, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В понедельник с экзаменов по географии и литературе стартовала основная волна сдачи ЕГЭ. Это предметы по выбору. И в «Муравленко» их предпочли 25 выпускников. Большая часть литература. Уже в четверг 225 человек сдавали русский язык. Это обязательный экзамен. Он влияет на получение аттестата. В нашем городе он состоялся в двух пунктах проведения ЕГЭ. Наша съемочная группа побывала во второй школе, рассказывает Светлана Грачева. Все строго и по регламенту. Никаких шпаргалок здесь даже быть не может. Экзаменующиеся проходят через металлодетектор. В руках только паспорт и шариковая ручка. Места в аудиториях распределены заранее. У каждого отдельное место для сдачи. ЕГЭ по русскому языку в этот раз сдавали 225 человек. 192 из них – выпускники многопрофильного лицея. Все строго. Не шелохнуться, не встать, ничего. Все строго. Заполнение по образцу. Буквы должны быть такие, какие в образце. Особое внимание уделяется контролю за сдачей. Все аудитории и коридоры оборудованы видеокамерами. Привлечены общественные наблюдатели. ЕГЭ начался ровно в 10 часов. Контрольно-измерительные материалы распечатывались прямо в аудиториях. В этом году некоторые задания по русскому языку преобразованы. Раньше в тестах было три части, теперь две. Одна из которых – написание сочинения. От выпускника требуется умение вести диалог и доказывать свою точку зрения. Сначала очень казалось, что все будет сложно, очень переживала. Думала, если честно, что не справлюсь. Прочитала задания, сразу страх, непонятное, ничего. Почти потом собралась, подумала хорошо и написала. Вроде хорошо. Трудноватые задания, конечно, были все равно. Сочинения особенно трудно было написать. А так, в принципе, неплохо. ЕГЭ по русскому языку длился 3 часа 30 минут. В Муравленко нарушение не зарегистрировано. Что касается выпускников этого года, даже никаких попыток в отношении что-то пронести выявлено не было. И воспользоваться они также не имели возможности, да и, видимо, не хотели. В пункте, в период проведения экзамена присутствовал полномочный представитель Департамента образования ЕНАО, который нарушения по проведению экзамена не выявил. ЕГЭ по русскому обязательный экзамен и влияет на получение аттестата. Для этого надо набрать не меньше 24 баллов, а чтобы поступить в ВУЗы не меньше 36. Результаты ЕГЭ будут обнародованы 9 июня. Светлана Грачева, Анатолий Шуликов, телерадио «Компания» Муравленко ТВ. В городском сквере появились цветущая сирень, яблони и рябина. Более сотни деревьев высадили участники волонтерской акции «Зеленая волна». Она состоялась в рамках реализации программы социальных инвестиций компании «Газпромнефть. Родные города». Подробности в следующем сюжете. Инициатором экологической акции «Зеленая волна» выступила городская администрация. Филиал «Газпромнефть. Муравленко» не только поддержал идею, но и выступил спонсором ее проведения. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компания выделила средства на приобретение более 140 саженцев рябин, яблонь и кустов сиреней. Очень приятно, что сегодня, как бы это пафосно не звучало, в таком едином порыве. Жители города вышли на улицы для того, чтобы посадить эти саженцы, для того, чтобы у нас город стал цветущим, красивым. Ну и, конечно же, это мероприятие приурочено прежде всего к 70-летию Великой Победы. То есть это некий символ мира, некий символ нашей цветущей жизни, которую подарили нам ветераны. И дай бог им здоровья, а пускай эти деревья, которые будут свести в городе Муравленко, будут напоминать нам о их великом подвиге. На акцию вышли сотни горожан. Это представители «Газпромнефть Муравленко», политических партий, общественных движений, организаций и предприятий города. Лопаты в руки взяли и победители народного голосования, участники команды «89». Очень отрадно, я думаю, что мы все будем за то, чтобы посвятить вот эту аллею такому знаменательному празднику 70-летию Великой Победы. И, конечно, радостно, что сколько жителей города пришли сегодня, высаживаем рябины, сирень, яблони. Очень хочется сказать, как в песне, и в Муравленко будет сирень и яблони цвести. Несомненно, праздник. Мы сделаем в первую очередь город красивее, более любимым. И одновременно воспитываем в наших подрастающем поколении уважение к своему городу, там, где они растут и живут. Наверное, скептики скажут, что такие теплолюбивые растения, как сирень и яблони, никогда не будут расти на Ямальской земле. Но участники акции возражают. Деревья были специально выращены в Тюменском питомнике, специально для северных территорий. Эксперименты довольно удачные по высадке яблонь уже провели в Губкинском. Деревья прижились и радуют горожан. Во-первых, приближается лето. Мы все в ожидании солнца яркого, неба чистого над головой. Поэтому замечательное настроение, замечательная погода. Столько людей сподвиглось на эту работу, на этот общий такой праздник. Потому что это действительно праздник. И все чудесно, все круто. Мне очень-очень быть причастным к данной акции торжественно и в то же время ответственно. Я пришел с семьей. И для моего ребенка, для моей дочери это очень-очень важно, так же, как для всех муравленковцев. Мне очень нравится, что наш город становится все красивее и красивее год от года. Вообще, конечно, кусты, сирени – это просто сказка, чтобы в северном городе это росло. Поэтому я смотрю, что все с таким приподнятым настроением. То есть для нас это настоящий праздник. Ягодная яблоня сибирская – самый зимостойкий вид. Ее родина Сибирь растет на открытых местах и способна выдерживать суровые морозы до минус 50 градусов. Плоды можно использовать в пищу. Удался ли эксперимент в нашем городе – узнаем в следующем году. Но сегодня, бесспорно одно, жители Муравленка едины в своем желании сделать город комфортнее. Эта акция важна еще и самим муравленковцам. Для муравленковцев высадка деревьев – это не новшество. Единственное, что цветущие деревья высаживаются в городе впервые. Конечно, радует то, что такое большое количество людей приняли участие в этой акции, неравнодушных людей. И я уверен в том, что результаты данной акции будут еще долгое время радовать жителей города Муравленка. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленка-ТВ». Новости спорта продолжат выпуск. О них, как всегда, расскажет Денис Максимчук. Денис, спортивный сезон еще не завершился? Нет, он продолжается, хоть и не так активно, как прежде. И пока заканчивались президентские спортивные игры, школьники приняли участие в единой декаде ГТО. А мини-футбольный клуб «Эфа» успешно выступил в Первой лиге России и получил право выступать в высшем дивизионе. Подробности через пару секунд. Кубок регионального этапа всероссийских президентских игр отправился в Новый Ринго, и Муравленковской команде удалось занять лишь третье место. Всего на несколько очков их обошли губкинские спортсмены. Сборные из шести муниципалитетов округа проверили свои силы в пяти видах спорта – плавании, пулевой стрельбе, легкой атлетике, волейболе и уличном баскетболе. Каждый спортсмен бился как за личный результат, так и за победу всей команды. Но лидерство сразу в трех видах состязаний прочно захватили ребята из Нового Рингоя. Они и стали абсолютными победителями регионального этапа президентских игр. И теперь представят наш округ на всероссийских состязаниях, которые состоятся в Краснодарском крае. Мы очень усердно тренировались в течение месяца. Мы ходили в бассейн, стреляли, и каждый день были тренировки. Мы, так сказать, надеялись на победу и верили до конца. И вот это свершилось, и теперь мы будем все лето усердно тренироваться, опять же, и постараемся на России занять очень приличное место. К труду и обороне готовы. Учащиеся школы города сдали несколько нормативов в рамках единой декады ГТО. Фестиваль всероссийского комплекса проводился с целью вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом. Основу программы составили испытания третьей и четвертой ступеней комплекса «Готов к труду и обороне». В нее вошли бег, подтягивания, отжимания, прыжки в длину и другие виды спорта. Результаты очень и очень даже неплохие. У нас примерно в каждой школе принимали сдачи в тестировании это 40 человек. То есть по 7 школам, 6 школ, которые участвовали в тестировании, у нас получается 240 участников. Единая декада ГТО – это первый этап фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По ее итогам будет сформирована сборная команда «Ямала» для участия в заключительном этапе фестиваля. Он пройдет с 23 по 29 августа в Белгороде. В истории футбольной команды «Эфа» новая победа. Они добились успеха на уровне первой лиги. В первенстве России по мини-футболу муравленковцы сразились с 14 командами. И по результатам 7 туров «Эфа» заняла третье место. Команда имела реальные шансы подняться на высшую ступень педестала. Но не всегда стабильная игра и отсутствие нескольких ключевых спортсменов на особо важных матчах помешало добиться успеха. Они уступили «Сибиряку» из Новосибирска и «Магнитогорскому металлургу». Впереди у наших спортсменов игры высшей мини-футбольной лиги России. Лишь для нас это вызов, потому что там команды на уровень выше играют. Для нас это, мне кажется, будет немного тяжеловато. Но все равно надо достигать каких-то новых целей, ставить перед собой их и выполнять их. Стоит отметить, что завершившийся сезон для муравленковского мини-футбола в целом прошел на мажорной ноте. Они стали вторыми в округе, уступив команде из Нового Рингоя. А юношеская сборная завоевала золото ямальских соревнований. Ну, на этом о спорте у меня все. Спасибо, Денис. В завершении выпуска мы по традиции напомним и о других событиях, произошедших за последние семь дней. Исполнение майского указа президента на Ямале идет с заданными темпами. Глава региона Дмитрий Кобылкин поставил задачу полностью ликвидировать очередь детей от 3 до 7 лет для получения путевки в детские сады. КЧС готовы в течение всего летнего периода. В регионе будет повсеместно проводиться мониторинг ситуации, связанной с возможностью возникновения лесных пожаров. Компания Сибур поощрила лучших учащихся городских школ и их наставников. Два педагога стали обладателями грантов в размере 30 тысяч рублей, а 26 призеров Олимпиад награждены премиями по 3 тысячи. В целях повышения эффективности работы в администрации города состоялось заседание Координационного совета по работе с обращениями граждан. Муравленковские лицеисты знакомятся с условиями жизни в рядах российской армии. 40 десятиклассников отправились для прохождения учебно-полевых сборов в войсковую часть города Щучьи Курганской области. Спешите получить в Муравленко выдача карт «Забота» после 10 июня будет приостановлена до сентября. Обладателями дисконта уже стали около тысячи горожан. А в Госавтоинспекции подвели итоги и наградили победителей конкурса рисунков, посвященного празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники детской художественной школы представили на суд-жюри около 30 работ. Это все на сегодня. Еженедельная информационная программа выйдет в эфир теперь в августе. Я на этом с вами прощаюсь. В студии работала Юлия Лучникова. Всего доброго. Не переключайтесь.